В статистике говорится, что Творец отвечает на молитву или не отвечает на молитву. Когда Творец отвечает и когда Он не отвечает. Это зависит от человека, в каком состоянии, в какой связи с другими и с Творцом человек находится. Если человек действительно раскрывает Хессарон, то, разумеется, со стороны Творца нет никогда какого-то действия против него. Но если человек должен ещё достичь Хессарона, ещё достичь какого-то понимания, то, может быть, что он пока не получает ответа от Творца, а должен добавлять и добавлять усилия. В этом мире мы для того, чтобы воспринять посыл, скажем так, у нас есть определённые вспомогательные органы глаза, уши, чтобы слышать. Так, какой у нас есть вспомогательный такой уровень духовного, который мы должны развить, чтобы воспринимать и слышать ответ Творца? Быть только ближе к товарищам. В связи с группой там человек найдёт тот прибор, который должен быть направлен на него. Это как настраивают музыкальный инструмент. Ты должен дать какой-то тон, задать тон, и в соответствии с этим ты настраиваешь свой инструмент. Также здесь в группе есть цель, есть общее ощущение, и все должны стараться быть направленными на неё. Субтитры создавал DimaTorzok